Девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, работаю я визажистом уже 23 года, мне 46 лет на данный момент. И, конечно, за тот период, пока я работала, были разные эксперименты со своей внешностью, и я думаю, что многие, кто работает в индустрии красоты, меняют периодический цвет волос или какой-то сумасшедший макияж. То есть, как правило, проходит вот этот этап трансформации и впечатляются специалисты в этой области какими-то веяниями моды. И на сегодняшний день многие спрашивают меня, Жанна, а почему вы не делаете цветной макияж? Или, Жанна, почему вы не делаете такую-то тенденцию, например, как широкие брови? Или сейчас, допустим, повально все делают ламинирование, и вот ходят брови зачесанные наверх, или с большими губами, или, может быть, накладные ресницы, или еще какие-нибудь тренды, например, моделирование лица и так далее. То есть, всегда есть какая-то яркая тенденция, которая чаще всего на длительное время у нас остается в фаворитах. И многие девушки, так, чтобы быть актуальной и, соответственно, молодой, идут этой тенденцией. Поэтому, если сейчас все носят брови ламинированные, значит, это говорит о том, что я молодая, и мне тоже нужно это сделать. Так вот, были эксперименты у меня, когда я носила ярко-красные волосы, у меня были красные брови. Ну, то есть, ничего такого в плане стрижек креативного не было, а вот с цветом, да, экспериментировала. Но сейчас, учитывая, что, в общем-то, скоро 50 лет, да, 4 года осталось, вы знаете, на определенном этапе жизни ты уже понимаешь, что вот эти все достаточно какие-то яркие перевоплощения со своей внешностью, они уже для меня не актуальны в том возрасте, в котором я сейчас нахожусь. Почему? Потому что вот эти все эксперименты, это тоже некая заявка о себе. Я яркая, я энергичная, посмотрите, какие у меня волосы. То есть, это некий вызов, когда хочется продемонстрировать себя, свой характер и как-то заявить. Сейчас, когда есть за плечами некий опыт, да, то есть, есть определенные какие-то в жизни шаги, успехи, когда нам уже не надо самоутверждаться, нам уже не надо кричать. О, я здесь, обратите на меня внимание. Мы уже можем просто расслабиться и не всегда делать то, что предлагают нам в данный момент тенденции моды. Поэтому вот здесь вот все зависит, конечно же, еще от образа жизни, где вы работаете, кем вы работаете. Поэтому иногда некоторые тенденции, то, что предлагает нам сейчас фэшн-индустрия, может быть просто не актуально в той сфере, в которой вы находитесь. Ну, представляете, вы, например, в детском саду и у вас, или учительница начальных классов, и у вас дети маленькие, и вы приходите вся такая в модном макияже или с какой-то креативной стрижкой, с цветными волосами. То есть, есть заведение достаточно консервативное, где, может быть, вот такой стиль будет абсолютно неуместен. Ну, я понимаю, конечно, школы разные бывают, но все-таки. Поэтому, когда мы становимся взрослее, и вот тут вот я хотела бы сказать, что есть такой период, период красивой, роскошной, взрослой женщины. Мы очень часто этого боимся, и наше воспитание, и те, кто из Советского Союза, мы прекрасно понимаем, да, что вот женщина, которая там за 30 лет, это уже какая-то женщина, как будто бы не молодая вовсе. И мы так боимся постареть, мы так боимся в некоторых случаях своего возраста, что иногда даже вот эта фраза «у женщины не спрашивают, сколько лет» — это неприлично. То есть, что неприлично узнать, сколько она прожила. И вот этот вот страх, он настолько у нас в голове, что мы стараемся быть постоянно девочками, и мы все стремимся на себя, в прямом смысле, напялить какие-то такие современные вещи, которые носят молодые девчонки, когда взрослая красивая женщина надевает вот эти сумасшедшие детали, одежды или макияжа, или укладки, прически. Это иногда выглядит не совсем, ну не то чтобы уместно. Я не против, я к тому, что в это можно поиграться. Самое главное, чтобы не создавать иллюзию, что мне не 40, что мне не 50, что мне не 60. Это вот это бегство от своей даты иногда может выглядеть очень комично. Поэтому на сегодняшний день, это чисто мое, я хочу быть красивой женщиной, а не красивой девочкой. И поэтому тот образ, который я создаю для себя, я стараюсь как раз, хочется быть такой, знаете, как некой дивой. Вот у меня там фотографии девушек разных эпох. И когда сейчас мы смотрим номинацию Оскара или пускай там российские какие-то, европейские фестивали, когда выходят дивы на красную ковровую дорожку, обратите внимание, не у каждой, ту, которую называют дива, будут какие-то креативные сумасшедшие укладки, стрижки или фантазийные макияжи. Как правило, это такая вот, ну некая классика. И вот я бы хотела тоже побыть в этой классике, как раз вот в этом своем шикарном возрасте. Поэтому все мои обучения и то, что мне близко, как раз я и транслирую. Поэтому если вы разделяете мое видение, если вы хотите тоже, скажем, я бы так сказала, покупаться вот в этом шикарном возрасте, я считаю, это где-то от 30 до 70-80 лет, когда мы можем быть красивыми женщинами, ухоженными, дорогими, гармоничными. И для этого не всегда нужно делать ирокез на голове, брови до бровей, губы до ушей и так далее. То есть есть некая гармония, которая всегда воспринимается позитивно. И есть то, что шокирует. И так вот я пришла к тому, что я не хочу никого шокировать. Я хочу сама побыть вот в этом гармоничном состоянии своего возраста. И поэтому все мои видео, они как раз в большей степени направлены на то, чтобы донести, как можно это создать. Потому что на самом деле это не так легко. Сделать что-то такое фантазийное, вы знаете, это значительно проще. Или скопировать что-то, сделать ярко-розовые волосы или красные брови, это несложно. Сложнее сделать так, чтобы создавалась иллюзия, что как будто бы на лице ничего нет. Я просто очень хорошо выгляжу, мне макияжа нужно совсем чуть-чуть. И волосы у меня естественные, и особо я их и не крашу. И вот такая вот волна. То есть создается впечатление, что мне не так много нужно для того, чтобы привести себя в порядок, потому что я очень красивая. Так вот, я считаю, что каждая женщина может так выглядеть. Но вот тут вот заключается наука в том, что здесь очень много различных вот этих деталей, которые позволяют создать такой образ. Поэтому на всех своих видео, вебинарах и на своей школе, где я обучаю женщин макияж для себя или профессионалов, как раз я в большей степени хочу донести, как создать вот такой вот гармоничный, дорогой, красивый образ шикарной женщины. Если вы разделяете мое мнение, тогда ставьте, пожалуйста, лайк. Если вам понравилось это видео и такие мои размышления о красоте, я не навязываю. Если вы считаете по-другому, это замечательно и очень хорошо, что сейчас много есть специалистов. Вы можете найти своего специалиста, который тот стиль работы и то видение будет у вас совпадать. А я на своем канале, конечно, буду рассказывать про то, что близко моему сердцу. И если вы это разделяете, я очень рада. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, приходите на обучение. Я буду очень рада. До новых встреч!